Добрый день всем, кто нас слушает, всем, кто присоединился специально на этот час, потому что мы анонсировали нашу гостью заранее, и на связи с нашей студией телеведущая Арина Шарапова. Здравствуйте, Арина! Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада вас слышать! Прям сердце потеплело, как люблю Ригу. Арина Шарапова – одна из самых любимых зрителями разных возрастов телезвезд. Многолетняя ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале, и накануне 8 марта, спасибо, что вы согласились быть гостем нашего эфира. Мы будем с вами говорить о женском лице российского телевидения. Проведу эфир я, Ольга Авдевич, моя коллега в студии Наталья Захарьят. Здравствуйте! Да, и вместе с нами латвийские и литовские журналисты, которые присылали свои вопросы. И вопросы от радиослушателей. Вот интересный факт. Именно Арина Шарапова была ведущей самой первой церемонией вручения телевизионной премии ТЭФИ. То есть получается, что вы как бы символ или олицетворение российского телевидения. Эфир мы проводим в рамках проекта «Культурная линия» и совместно с нашими коллегами-журналистами из Международного медиаклуба «Формат А3». И еще информация для радиослушателей. Арина не просто телеведущая, которую все знают по телеэкрану. Она кандидат социологических наук, преподаватель и основатель школы Арины Шараповой. Это школа арт-медиаобразования. Да, да, школа Арина Шарапова просто смешно звучит. Да, от медиаобразования точно. И первый вопрос, Арина. Правда ли, что сериал «Богиня прайм-тайма», такой популярный сериал, был снят на основе вашей биографии? И писательница Татьяна Устинова образ героини писала с вас. И почему, если да, то почему она выбрала именно вас? Спасибо за вопрос. Я уже даже забыла про это давно. Но правда, да, книжку она такую написала «Богиня прайм-тайма» и хотела свою главную героиню назвать Арина. Я была категорически против. Мне казалось, что это просто, ну, как-то, не знаю, ну, нескромно, что ли. И поэтому я отказалась абсолютно от имени Арина внутри этой книжки и, соответственно, внутри данного сериала. Потом, конечно, там много напридуманного, потому что это же художественное произведение, да, и не такая уж и прямо такая, как биографичная эта история. Вот. Но, конечно, с драмами со всякими, с сложностями прямого эфира. Книжка неплохая оказалась. Да и сериал тоже ничего. Я знаю, что... Я, кстати, сейчас вспомнила, как Олья Ломоносова, которая играла главную героиню, она, оказывается, брала... Я не знала, это мне потом рассказали. Она взяла мои кассеты, все тогда были кассеты. Вот. И изучала вот стиль моей речи, как я одеваюсь, вот эти жемчужные бусики, которые я прямо обожала, маленькая такая ниточка жемчужных бусиков у меня всегда была. Ну, как правило. Вот хвостик мой бесконечный, который я носила во время эфиров. Ну, в общем, да, подражал был такой дел. Приятно. А почему из всех телезвезд Татьяна Устинова выбрала именно вас? Ой, ну, вот такой вопрос задали, прям, я не знаю. Ну, наверное, она так решила. Ну, вот так, да. Ну, почему? Я не знаю, потому что, наверное, может, яркая? Может, поэтому? Эти звезды, они же разные бывают. Они кто дальше, кто ближе. Как вам сказать, я не такая уж и молодая была, может быть, поэтому и не выкинули меня из эфиров столько лет. Я вошла в телевизор, когда мне было лет 30, наверное. До этого я работала на, ну, такие, на маленькие телевизионные компании, а вот потом с 30 как-то вошла на большое. Почему? Знаете, я считаю, что у каждого своя история, у каждого своя судьба. Да, действительно, вот людей, там, моего возраста, моего статуса, извините, мало осталось. И сейчас больше новых. Ну, а так, как, я не знаю, правда это, я верю в судьбу, и я думаю, что это поэтому. Это поэтому, наверное, потому что. Я просто даже не знаю, как ответить на ваш вопрос. Еще спрашивают, а почему вы хорошо выглядите? Такой вопрос у нас будет, ближе к концу эфира, женский вопрос, так что вы уже можете подумать на эту тему. А что на это скажешь? Это все ДНК, понимаете, судьбы или там, еще чего-то. Вот как-то так, мне кажется, что я вам ответила. Может быть, не очень подробно, вы от меня, наверное, что-то такое ждали. А я не могу вам дать сногсшибательный ответ. Ну, а, кстати говоря, я еще сейчас подумала, что нужна какая-то мудрость, наверное, еще. Знаете, вот в этом плане, вот я сейчас, время прошло, и, отглядываясь назад, я прекрасно понимаю, что мудрости приходят со временем, с возрастом, но все равно она существует в человеке, даже когда он в 30 лет входит в какое-то профессиональное пространство. Наверное, она была. На работе нет. Вот у меня счастливое совпадение. Если приходилось идти против совести, я просто вставала и уходила. И уходов у меня было, ну, не то чтобы много, но они были. И они все связаны как раз с тем, что я не хотела там идти на какие-то там условия, на какие-то там требования. Просто сразу до свидания. И в этом смысле, наверное, у меня человек в этом смысле счастливая судьба. Я своих учеников, кстати говоря, учу всегда. Если вы работаете в какой-то организации и чем-то недовольны, но при этом получаете зарплату, не ведите себя как последние свиньи. Вы берете зарплату и высказываете все время свои неудовольствия. Это не нравится, то не нравится. Либо переделай, либо уходи. И это не максимализм, мне кажется, это просто честно. Ну, чего зря ждать, пока у тебя будет там спаление печени там от злости или еще что-то такое. Тогда деньги не бери, не получай зарплату. Понимаете? А устраивают подрывные какие-то акции, мне кажется, это просто нечестно. Поэтому мне кажется, что лучше встать и уйти. Ну, еще бы, конечно. Но это было давно, слушайте, я уже, правда, я как-то... Ну, забываешь об этом, пора книжку писать вместе с Устиновой. Я думаю, что... Да, конечно, это были принципиальные вещи. Я могла бы там как-то остаться на какое-то время, но я ушла. И ушла на НТВ, и делала программу «Арина». Так, а потом уехала в Красноярск, потому что там тоже как-то вот что-то куда-то не туда пошло. Ну, и замечательно, перекантовалась в Красноярске два года и уехала потом обратно на Первый канал. Вот 20 лет с лишним я там. Ой, вы знаете, я сейчас, конечно, не смотрю телевизор, да, собственно, как и, наверное, и все, в таком количестве, как раньше, но, на мой взгляд, много очень симпатичных лиц появляется. Ну, уж не знаю, там время покажет, как они долго задерживаются, но вот в Утре у нас, например, совершенно чудесные девчонки. Все они мамы, практически у всех от двух до четырех детей. Вот за то время, пока они работают у нас в Останкино, все, видимо, так благостно, что они умудрились нарожать такое количество детей. Вот. Ну, как-то не знаю. По-моему, комфортные, симпатичные лица. Очень у них такие какие-то хорошие. Мне кажется, что все хорошо. Когда была Таня Миткова, было очень интересно с ней работать и смотреть, я так поглядывала. Но как-то так получилось, что это, скорее всего, были... А, ну, конечно, наши международники. Да, они, правда, советского толка были, но у них потрясающие совершенно были репортажи. Это Зорин, это Сейфульмулюков. Вот такие международники, они мне были интересные. Но перечеркивать их я не могла, вычеркивать из жизни, потому что надо, мне кажется, все-таки учиться и преемственность должна быть. И вот, скорее всего, училась у них. У этих замечательных, глубоких аналитиков. Там была реконструкция останки, на нас все переселили в одну большую греберку. И вот с тетей Валей мы вместе так как-то гримировались, болтали. Она много интересного рассказывала. Приходила она на работу такая старенькая, вся такая несчастная, такая прям ужасная была у нее судьба, бедная. Это кошмар у нее, сыночек, конечно, ее подводил очень сильно. Она от этого мучилась, страдала. И с тяжелыми мыслями приходила в останки. Но стоило только ее так привести чуть-чуть в порядок, как только вот ее любимый пояс на ее тонкой талии появлялся, такой ремень красивый, не очень широкий, кожаный был, на белой рубахе. И она такая прям сразу вау сбрасывала 20 лет и шла на запись программы. Было очень интересно. Потому что телевидение, конечно, оказывает очень сильное влияние на продолжительность молодости, на продолжительность жизни человека, который... Это как актерство, но актеры более зависимы, конечно. Актеры более зависимы. Телеведущие все-таки, наверное, имеют другие перспективы. С актерами все хуже. Знаете, мне так приятно, что меня теперь называют мамой продюсера Данила Шарапова с крупнейшей в стране кинокомпанией. То есть произошло то, о чем я мечтала. Не ему говорят, что я его мама, а мне говорят, что он... Ну, то есть, понимаете, да, главное то, что вот он вышел на такую площадку самостоятельно, когда я уже такая маленькая рядом с ним. Я всегда очень боялась, что будет наоборот такая... Знаете, часто бывает у знаменитых детей дети тоже такие дозависимые все. И это ужасно болезненно. Но в этой ситуации так не получилось, слава богу. Ну, а какие фильмы... Да у него много очень сильных фильмов. Когда он... У него, кстати говоря, одни из самых сильных фильмов в области документалистики. Да, он всегда очень рейтинговый. Он получает огромные премии. Потрясающий фильм у него был про Филби, разведчика Филби, документальный. Кучу премий получил. А художественное кино, ну да, из многого. Магомаев, Беспринципные, Мертвое озеро. Бог ты мой, сейчас уходит у них второй сезон Беспринципных. Потом сейчас Спойлер у них выходит, тоже мощный фильм. Да много чего, много чего. Интересное все, все рейтинговое. Все очень такое, прям серьезное. Так что я могу смело быть уже просто мамой. Не просто мамой, знаете, знаменитой, а просто мама. Вот очень хорошо. Ой, приезжайте к нам, у нас так круто. Вы знаете, она так здорово развивается. И она такая стала еще более красивая, чем была. И столица прекрасная. И Дальний Восток чудесный. Вот я буквально только недавно приехала с Камчатки. Была в Чите. Путешествовала по Дальнему Востоку. Я его очень люблю. По Сибири, вот в Новосибирске была. И такое, вы знаете, всюду развитие. Всюду дороги, газ, свет. Ну, собственно, это всегда, но есть регионы, где их не было. Сейчас появляется. И вот это такое мощное развитие страны, конечно, радует невероятно. Но для меня номер один – это Крым. Я там, в общем, уже 20 лет. Я видела, на моих глазах Крым разрушался. И когда Крым пришел в Россию, пошло развитие такое сильное. Сейчас там дороги. Я туда еду послезавтра. Мощные дороги. Знаете, Вены дорог огромные, красивые. Вообще такого даже не планировалось еще лет пять назад. Тоже канализации прокладывают. Чего никогда не делал никто. Вот, что там еще-то прекрасного. Да там вообще здорово. Сейчас, например, вот буквально пять минут назад со своими друзьями обсуждала огромные изменения в Севастополе, которые предстоят. Там будут строить мощные. Уже начали, кстати говоря, культурный центр с великолепными набережными. Ну, это просто какая-то сказка. Я считаю, что там, где Россия, там всегда счастье. Да, это правда. Да, это у нас замечательная, кстати, министр туризма, большая умница. И все ее инициативы поддерживаются. И она как-то, знаете, у нее, по-моему, счастливая рука. Да и вообще все вокруг совпало. И она предлагает такие прям классные социальные проекты, которые идут и идут и идут. Но я, знаете, я же езжу, ну, сама. Или я езжу там с общественными организациями. То есть я вот этой услугой не пользовалась. Хотя я точно знаю, что вот если я скоро поеду куда-нибудь по путевке, сто процентов я возьму кэшбэк. А что мне терять? Конечно. Еще если я вывезу всю семью. Мы все получим обратно деньги. Да? Да мы все в условии пандемии, так же вот сейчас, как с вами в Зуме. Но все равно работает, все равно работает. Все равно у нас есть сейчас две ТЭФи. Одна федеральная, другая региональная. И обе ТЭФи просто пашут, я бы так сказала. Я очень дружу с региональной ТЭФи. Часто езжу с ними в разные регионы. Все мы все время находимся в процессе журирования. То есть мы постоянно отсматриваем работу своих коллег региональных. Отмечаем. Ну, награждаем их, конечно, только в Зуме. Мы вместе с Кубовичем провели, Ленечкой провели эту чудесную акцию. Там вот, конечно, такая акция, знаете, там сплошные слезы просто. Я всегда рыдаю, там 9 мая, это такой уже закон. Я вспоминаю, мне очень тяжело, знаете, особенно, когда ты понимаешь, что эти ветераны, которых там лет 15-20 назад, их было много, и мы носили цветы, и встречались с ними, и ходили вместе с сыном, кстати. Я все время ходила к большому театру. Там было всегда много ветеранов. А сейчас их нет совсем, и вот мы о них вспоминаем, и это, конечно, больно. Ну и больно вообще все эти последствия войны, тяжелейшей, страшнейшей войны. Где Россия победила. Я просто прочитала пару дневников. Это проект, я даже сейчас не могу вспомнить, я, по-моему, первого канала все-таки. Это было в прошлом году, а так как проекта «В море», я уже сейчас не могу даже вспомнить. Но это правда, очень тяжело даже читать было, насколько пронзительно письмо той девочки, письмо, которое нашли в архивах, которое попало в блокаду, и она описывала вот это вот состояние свое. При этом она же еще ребенок, она вот смотрит на окружающее каким-то детским восторгом и ужасом одновременно. И вот такого рода письма озвучивали очень известные люди. Вот я сейчас даже, я, простите, не могу вспомнить, кто это придумал. Но это какая-то очень мощная организация была. То ли «Роскосмос», то ли «Первый канал», не знаю. Ну, в общем, не важно. Но акция была мощнейшая. Читали все эти письма знаменитые люди нашей страны. Ну, это вообще была такая у нас мощная акция. Мы работали тут, у нас ведь в большой части библиотеки. Библиотеки вообще очень уважаемые. У нас происходит здесь чайпитие, в библиотеках всякие события мы празднуем. Это по всей Москве, по всей стране. И поэтому мы вот привлекли к такому проекту библиотеку Галюбова. Они были нашими партнерами. И вот вместе с ними придумали такую чудесную выставку на бульварах, наших красивых московских бульварах. Выставили огромные фотографии очень тоже известных людей. И те книжки, которые они любят больше всего на свете. Я, кстати, мне пришла в голову книжка, которая действительно всегда со мной. «Четвертая высота» называется эта книжка. И вот у меня была книжка «Четвертая высота». А кто у кого еще? Я сейчас прям не могу вам ответить, но кто-то Пушкина цитировал и вспоминал, кто-то Лермонтова. То есть разнообразные совершенно книжки, которые представлены. Но это была крутая акция, потому что было много народа. Но москвичи имели возможность просто ходить по бульвару и с наслаждением и радостью вспоминать те книжки, о которых уже давным-давно все забыли. Да у меня было две книжки, которые меня просто потрясли в детстве. Это «Овод» Этель Войнич. Единственная книжка, которую написала эта писательница. Я там, помню, рыдала. И такая героическая книжка. И плюс еще «Четвертая высота». Тоже очень... Книжка вроде бы про девочку, которая была моей сверстницей. Там ей было 14, по-моему, лет. Потом чуть постарше уже она пошла. И меня потрясло, что вот мои сверстники так любят страну, то есть так защищают страну и отдают своей жизни. Вот это меня просто перепахало в тот момент. Я, по-моему, тоже уже дала, и мне казалось, до сих пор, мне кажется, что это правильно. Книжки, которые... Книжки вообще формируют. Я вот сейчас точно поняла, что наши детские книжки нас сформировали. Я социолог. И я очень так... И плюс еще, наверное, стала политиком за это время. И мы прекрасно все понимаем, что часто так бывает, когда рейтинги такие международные, особенно в нашей системе, они несправедливы. А задача международной общественности на сегодняшний день – завалить мою любимую страну. И это выглядит... И мы все это понимаем, да, это такой секрет Пали Шинейли. Поэтому то, что у нас поставили на такое место... Господи, нас вообще на 560-е могли, а могли загнать на Марс. Это их большая мечта. Поэтому это мне смешно. Я не верю в этот рейтинг. CNN и NBC. Вот уж там точно куча цензур, потому что мне прям повезло. Я работала с NBC-шными дикторами, супер-журналистами. Я вообще была в одном эфире с Дэном Раддером, который... Потом я привезла программу 60 минут, кстати, американскую. У нас был совместный проект такой, он шел год. Вот. И я работала прямо в эфире, я видела... Он вообще ничего не писал, ему все писали. Я так понимаю, писали. Причем у него программа 60 минут, она же до сих пор существует. Она такая тоже очень кондиционная. Естественно, хозяева канала, конечно, отсматривают, очень внимательно отсматривают программы. И в соответствии с, так сказать, с линией партии, она мне всегда одна. В результате главенства это мне делали то, что... Вот эти сюжеты. Но... И у нас, кстати, это тоже в России есть. Понимаете, мы говорим обо всем в стране нашей. И там тоже говорили и говорят обо всем. Я особой разницы не вижу, но я знаю точно, что в Америке мощнейшая цензура. Была, есть и, судя по всему, будет. Знаете, сейчас мы не работаем как такое вот пролонгированное постоянное образование. Вот, знаете, вот она такая у меня красивая, вот заодно у вас сейчас все станут смотреть эхир. Как приятно. Вот сейчас обратно займу в машину. А, нет, я лучше внутрь займу. Так вот, сейчас у меня проектная деятельность. Нет такой прямо, как раньше, шесть лет подряд мы работали в качестве такого постоянного дополнительного образования. У меня было очень много детей здесь. Было здорово. Но сейчас вот эта пандемия, она, конечно, нас подкосила здорово. И мы ушли в онлайн ликторию. Сейчас мы выпускаем очень много прекрасных и интересных лекций. Так что заходите на наш сайт школы Арины Шараповой, оно арт-медиа образования. И вот слушайте наши лекции. Потрясающие, кстати говоря, лекции. У нас и коллеги Елен Малышевой про Деус такой чудесный, все время ведет медицинскую часть. А какие у нас актеры. Юля Рудберг, Яна Поплавская. Просто чудо какое-то. Вот. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, слушайте. Вот иду по коридору школы. Она сейчас пустая, к сожалению. Вот. Но ничего, ссоры придут люди. Ну, а как? У нас должны же быть какие-нибудь оппозиционеры. Скучно без такой вот... Что же, когда все правильно-то, так не бывает. И слава богу, что он так говорит. Это дает возможность развитию развиваться. И вообще у нас много разных мнений. И я всегда слушаю эти мнения. Мне они интересны. Все, что я работаю на телевидении, конечно, мне обидно это слушать. Но люди же говорят. Мы продолжаем общаться. Я с Ткачевым встречаюсь на общественных советах. Ну, спорю. Разговариваем мы с ним. Но его мнение, его право. А как иначе-то? У нас все так. Ой, вот понимаете, вот формулировка такая. Телевидение угождать. Это такое, только можно сказать, человек, который не работает. Что значит угождать? Ну вот жена должна угождать мужем. Как вы думаете? Ну, мне кажется, да. Но просто это несет такой очень негативный оттенок, то, что вы произнесли. Поэтому, наверное, это должен быть такой альянс. Вообще телевидение на сегодняшний день максимально народное. Это значит, что все те программы, которые запускаются на телевидении, соотносятся с рейтингами. Если народ смотрит, значит, эта программа в эфире. Если народ не смотрит, эта программа улетает. Вот и все. Тут никто никому не угождает. Здесь истинное партнерство. И как ни странно, даже трудно в это поверить, но народ определяет те программы, которые существуют. Представляете? Поэтому, когда начинают там порчить всякие лица и говорить, вот, а это плохо, то плохо, обычно это говорит интеллигенция, которая, в принципе, всегда чем-то недовольна. Богатая интеллигенция, не очень богатая интеллигенция, да, они все такие прям размышляющие. Но они, как правило, и не смотрят этот телевизор. А интеллигенция, знаете, не знаю точно, но где-то, наверное, один процент населения в стране, ну, может, два. Поэтому работать на интеллигенцию смешно, да, на телевидении. Если ей что-то не нравится, она может включить другой канал. У нас есть культура, то есть вообще море разных каналов специально для интеллигенции. А вот эти большие каналы, они для народа, а народ – это вот та большая конгломерация, которую населяют страны. Поэтому, мне кажется, тут очень важно определить такую политику, знаете, вытянутой руки, в смысле пожать руку, давай партнерствовать. Кто кому угождает, это не очень правильно. Я не думаю, что придет на смену телевидение социальное. Оно есть, оно существует, оно на разных других каналах, в смысле, знаете, не в смысле, что, ну, более целенаправленных каналов. У нас же есть все-таки канал тематический. Вот. И, наверное, вот такое социальное телевидение, оно вряд ли смотрибельно. Оно вряд ли смотрибельно. А телевидение живет на рейтингах высоких и на рекламе. Чем ниже рейтинг, тем меньше рекламы, тем телевидение больше рискует канал провалиться. социальные прогрессы, ну, знаете, человеческая психика так устроена, что позитив не заходит. Вы же видите кругом одни негативные новости. Средства массовой информации, медиа работает на себя. пользуясь этой психологической зависимостью. И вот эта психологическая такая зависимость людей от негатива, это то, что в течение всей жизни человечества главенствует. На казни собирались, я имею в виду, в средние века вот эти всякие там сжигания ведьм и прочее. Сколько народу-то был. Ведь же жуть. Первые места, первые ряды занимали за годи, за несколько дней. То есть человеческую психику не потешишь позитивом. Ну, если только позитив с юмором. Я не люблю феминисток. Понимаете? Мне кажется, что феминизм, да нет, пожалуйста, он имеет право на существование, но как-то, ну, не надо его навязывать. мы сами решим. Мы нормальные женщины, которые, у которых там и семья есть и всякое разное прочее. Вот к нам вообще приходят те, которые хотят переодеться и понимают, что правила игры как раз какие, тебя могут чуть-чуть задеть. Люди же приходят. Я думаю, что эту финскую журналистку могут так красиво одеть, если бы не санкции, и если бы не вот невозможна пандемия. Ой, мы бы ее переодели, она бы почувствовала себя настоящей женщиной. Ну, потому что, когда он к нам пришел, я ему помогала, я его, так сказать, настраивала, рассказывала, как себя вести перед камерой, то есть давала мастер-класс. Слава Богу, совпало. Во-первых, зачем? Ну, как зачем? Я считаю, я бы сейчас тоже пошла учиться. Мне просто некогда. Я вообще считаю. Хотя Эйнштейн говорил, что я бы пошел учиться, но мне мешает образование. Вот. Я вообще социолог, и я даже хотела уйти в науку в свое время. Ну, как-то, не знаю, жизнь вырвала меня в сторону журналистики. А как это мне помогает в работе? Ну, как, образование мощное, колоссальное. Я много чего перелопатила, перечитала в этой жизни. Так что, конечно, помогает. Наша трансляция в Зуме подошла к концу. Напоминаем, что с нами в эфире была российская телеведущая, преподаватель, социолог Арина Шарапова. И трансляция шла в рамках проекта «Культурная линия» и в сотрудничестве с журналистами из Международного медиаклуба «Формат А3». Всего вам доброго и до новых встреч!